Конкурсы названия лучшего водителя имеют давнюю историю, но в этом году впервые в России было решено определить лучшего водителя такси. В конкурсе принимают участие 20 субъектов федерации. В числе первых свой региональный этап провела Чувашия. Ирина Романова побывала на соревнованиях, познакомилась с участниками и узнала, какая награда ждет победителя. Они любят машины, дороги и свою работу за свободный график и возможность общаться. Для таксистов в этом году впервые организовали всероссийский конкурс, чтобы выявить лучшего из них. Конкурс проводится для популяризации профессии такси среди молодежи, для повышения статуса и имиджа профессии такси в России. Также для того, чтобы водители такси соблюдали правила дорожного движения и вообще в принципе улучшали качество своих услуг. Сейчас в конкурсе принимает участие 20 регионов. Пока соревнования прошли в Новосибирске и в Чебоксарах. В нашей республике свои силы решили попытать 22 таксиста. Есть среди них и дамы. А как вообще пассажиры реагируют, садясь в машину и видя прекрасную такую молодую девушку? Ну, все обычно в шоке. Бывают некоторые сначала боятся, мужчины особенно. Мы, говорят, доедем или нет. И буквально через 100 метров они спокойно расслабляют, уже едут. То есть потом они уже уверены во мне. Поддержать конкурсантов приехал министр транспорта Чувашии Владимир Иванов. Он отметил, что такси уже давно перестало быть роскошью и для многих стало доступной ежедневной услугой. В фильме, который всем нами любим, говорили, что наши люди в булочную на такси не ездят. На самом деле такси пользуются люди каждый день. И независимо от того, даже если есть у вас свой личный транспорт, чаще всего бывает удобнее добраться докуда-то на такси. Все участники подошли к конкурсу серьезно. Призовой фонд регионального этапа – 50 тысяч рублей за первое место, 30 за второе и 20 за третье. Таксисты усердно тренировались на автодроме и вспоминали правила дорожного движения. Знание ПДД – первое из заданий. В правилах дорожного движения нет легких и тяжелых вопросов. На мое мнение, что в правилах всегда все вопросы одинаковые. И когда ужесточают при сдаче, я считаю, что это правильно делают, потому что я сам работал в автошколе, знаю, что такое инструкторам. И требования должны все-таки приниматься жестко, потому что люди очень многие выезжают, заучивают билеты, билеты заучивают, а правила по книжке не знают. Мы пробовали со стаканом, получается, на заливе. Там дорога более ровная, были повороты. Мы знали, что будет три поворота на маршруте. Попытаться, как упадет, не упадет. Правда, был стакан пластиковый, наполненный водой. Ну, немного расплескалось. Ну, а на самих соревнованиях на крышу автомобиля поставили обычный граненый стакан объемом 250 мл, чтобы проверить технику плавного вождения. За каждые непролитые 10 мл воды конкурсанты получали по одному баллу. Победитель этого регионального этапа поедет в октябре в Сочи, чтобы представлять нашу республику уже на уровне федерации. Но там для участников приготовили гораздо более сложные конкурсы. Например, проверка знаний федерального законодательства такси, установка детского кресла и колеса, и, конечно, творческий конкурс. Ирина Ромадова, Михаил Солин, Вести Чебоксары.